Мои хорошие, сегодня я снимаю видео о покупках из секонд-хена. Если вам интересна вот такая вот тематика видео, то не переключайтесь и оставайтесь со мной. Самое первое, что я купила, я просто как-то, знаете, не ожидала, что я найду именно эту вещь. Это были вот такие вот лаковые лоферы, туфельки. Они идут, вот если заметить, с такой вот золотой перемычкой. Они идут, носик у них идет, кстати, длинненький. Здесь в серединке идет кожа, кстати. А здесь вот весь ободок и сам, кстати, такой вот маленький каблучок, он идет полностью из лаповой кожи. Это какая-то фирма Нил Смайл, как-то так вот называется, если вам будет видно. Но я поближе вам и так включу. Это размер пятерка, я померила, ну это где-то 37-38, даже 37,5-38. Примерно они здесь идут, кстати, на резиночке. Очень удобные, обалденно выглядят. Ну я вам дальше в видео покажу, как они, в принципе, выглядят поближе. Обалденные просто. Стоили они всего лишь мне 40 гривен, поэтому, ну, реально, почему не купить на весну, на осень? Они обалденные и реально вот на осень. Буду короче на какие-то брюки, пилоты, джинсы, хоть шорты, а дополнить какой-то интересный образ. Итак, первое, что я купила, это была вот такая вот полосатая кофточка. Мне кажется, что такие вот кофточки разные универсальны тем, что можно сочетать и с джинсами, и с бомберами, и с кофточками джинсами, и вообще и осенью, и весной носить, и летом. Просто офигенная вещь, и с брюками, и с чем хотите. Стоила она всего лишь 10 гривен. Фирмы там никакой не было, но я вам покажу далее, как она на мне выглядит. Купила вот такие вот шорты джинсовые, которые меня просто покорили. Они идут с светлого такого вот, с такого светлого джинса с краплениями темно-синего. Это по прострочке вот здесь вот. И здесь вот такие вот обалденные ромашки. И здесь они, кстати, вот такие вот завернутые тут. Кстати, фирма тоже Денинко. Я, честно говоря, не думала, что они мне подойдут, потому что они на лет 12-13, рост 158 сантиметров. Сделано, кстати, в Китае написано. Стоили не 30 гривен. Единственное, что немножко они плотноваты мне в бедрах, но не прям вот так вот стильные, что прям носить их нельзя. Ну, то есть, если я прям не захочу их больше носить, то я как бы на дачу их возьму, поэтому буду стильные там ходить. Ну, а так мне очень-очень нравятся. Просто рада, что их нашла. И действительно, они прям вообще как новые. Такое ощущение, как будто их вообще никто не носил, кроме меня. Ну, и как будто свои себя для меня шиты, поэтому там 30 гривен и шорты ваши. Следующая покупочка, это у меня была вот такая вот легкая блуза, вот такой вот оранжевого оттенка. Она прям такая, знаете, легкая, воздушная. Воздушная-то ручка, кстати, она идет такая вот, как будто, как вам показать, вот такими вот валанчиками. Фирма, кстати, Дорджи Перкин, 36-й, европейский, 8-й. По-моему, как-то вот так вот, посмотрите сами. Она идет, знаете, смотрите, сзади она вот так вот застегивается. Ну, а сама прелесть, она кроется внизу. Она идет такая вот, видите, как будто расклешенная, разрезанная. И впереди она немножко идет короче, чем сзади. Ну, и стоимость ее просто, вы себе не поверите, 15 гривен за такую вот рубашку. Мне кажется, что ее можно носить и под шортики, и под жинсы весной, и под брючки, и под какие-то юбочки. Ну, это надо какие-то интересные сочетания найти. Просто отличная. Она, кстати, безумно легкая, приятная. Думаю, что не будет в ней жарко. И посмотрите, какая здесь ткань, как будто зефирная какая-то, легкая. Прямо очень мне понравилось, поэтому эта покупка просто себя оправдывает. Покупочка это была вот такая вот легкая, розовая, воздушная такая вот маечка. Она идет внизу как будто с такой баской, а здесь вот эти детали, она идет на резинке, как будто так вот ее обхвачивает. И кажется, что у вас прям такая, знаете, узкая талия, как будто корсетик. И здесь она на таких вот пуговках, если вам видно. Стоила она буквально 5 гривен. Это фирма New Look, 8-й размерчик, если вам видно. Мне кажется, что вот такая вот, не знаю, как ее назвать, маечка, блузочка легкая. Ее можно сочетать, в принципе, со всем. И с шортиками, с джинсиками на высокой талии, конечно, потому что она короткая, как-то она смотрится не очень красиво. А вот поэтому, мне кажется, очень стильно, модно. И тем более за такую стоимость это просто реально находка. Последняя покупочка вообще за все видео. Это была футболка белого оттенка, размер 8-й, 36-й европейский, фирма Atmosfera. Вот так вот. Ткань, чтобы вы просто себе понимали, это вот такие вот выпитые цветочки просто на белой футболке. То есть, это как бы синтетика, но с полиэстером, мне кажется, что да. Просто что-то такое смешанное, что я даже не знаю, с чем его можно сочетать. Но мне она так понравилась, что просто я ее взяла и купила. Самая обычная, стоила буквально 10 или 15 гривен. Вот, ну, ткань вы рассмотрели, я надеюсь, вот так вот все выглядит. Вот, смотрите, какая она красивая. То есть, вся футболка вот такая вот в выпитых цветочках. Самая обычная, выглядит просто классически, под джинфы, тоже под шорты. Она имеет такой вот, знаете, свободный крой. То есть, рукавки вот такие вот, смотрите, вот. Поэтому, ну, самая обычная и реально мне очень понравилась. Что я вам хочу показать, это у меня были черные, просто обычные брюки, джинсы. Это с фирмы было Деминко, просто скини, 34-й вот размерчик. Вот, можете почитать и фирму заодно. Вот, здесь также выпито и здесь вот скини. Это самые обычные, просто черные брюки, джинсы. Вот, единственное, что я когда их мерила, немножко вырвала себе вот здесь вот замочек. Поэтому я сама их сделала, плюс к тому, что... Ну, они мне просто понравились, как они на мне сидят. Самые обычные, стоили буквально вот гривен, по-моему, 20. То есть, просто отличные, уже их ношу, наверное, на неделю-вторую. Боже, они очень прям удобные, поэтому да, супер покупочка. Покупка эта у меня была рубашка красного цвета. Я себе давно хотела рубашку именно вот красного цвета. Она идет с таким вот разрезом. Полностью идет вот здесь вот черненькая. И сзади вставка черного цвета. И также на рукавах ажурный, черный, черная такая вот вставочка, для того, чтобы как-то на рукавах она держала все. И здесь также, кстати, ажур. Она стоила буквально 7 гривен. Вы себе просто не представляете. Это прям дешевая покупка. Здесь не было ни размера, ни фирма какая вот была. Но, честно говоря, читать не буду, потому что я как-то здесь ничего понять не могу. Поэтому сами почитайте, если здесь что-то разберете. Вот. Поэтому очень крутая она. Впереди немножко, видите, она идет короче. Сзади идет немножко длиннее. На камеру кажется она рыжая. Но на самом деле это такая вот яркая красная рубашечка. В числе срок у меня был вот такой вот красивый, тоже красный цвет. В этом году красный, и вы знаете, что очень моден. Поэтому я просто не устояла, когда его нашла. Ну а самое, знаете, главное, смотрите, вот такой вот самый обычный, рукав длинный. Здесь вот идет вот такой вот разрез, можно сказать, который замыкается такими вот пуговками. Ну а самое главное, это вот такое вот милое сердечко сзади. Оно очень круто выглядит, оно синего цвета немножко здесь, укропление красного. Это размер МК, Рабелла Эдисон фирма. Ну вот, честно говоря, не слышала никогда в такой фирме, поэтому не буду вам говорить ничего. Стоил он 25 гривен, поэтому, ну, очень офигенный он, теплый, поэтому буду с удовольствием его теперь носить. Средние две покупочки, которые у меня, в принципе, были, это был вот такой вот шарф. Вот такой вот бежево-серо-коричневый с краплением черного. Вот так вот он выглядит. Он очень-очень красивый, посмотрите, какие цвета. Как будто такой вот клейчатый. Здесь, кстати, была фирма. Честно, не скажу, что это за фирма, потому что я ее не встречала. Вот здесь можете почитать себе. Вот. А также она идет с такими вот кисточками. Стоил он, по-моему, 5,90 даже в таких вот подробностях. Обалденный. Теперь я его ношу с курточкой, с пальто. Да, мне он очень понравился. И следующий вот такой вот, кстати, шарф был вот такой вот клейчатый. Здесь красный, белый, синий цвет. Очень-очень, кстати, теплый. С обратной стороны он идет без подкладки. Самый обычный. Стоил он так же, как и, в принципе, этот. Вот. Это был вообще без какого-либо фирмы. Но я очень довольна. Он очень теплый. Поэтому я его тоже ношу с пальто и с курточкой. Очень довольна. Мои дорогие, вот такое вот видео вышло. Если вам оно понравилось, не забывайте ставьте пальчики огромные вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вот такие вот интересные ролики и покупки с Иконфенда. С вами была ваша Саша Колец. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok